Жаркие дни лета пополняют печальную статистику. В Конаковском районе тонут люди. Несчастные случаи происходят чаще всего на диких пляжах. Так, вечером 30 июля в Юриатинском заливе нашли тело мужчины. Гимс несет дежурство в режиме повышенной готовности. Сейчас у спасателей Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС горячая пора. По боям берегам Волги, Донховки и других водоемов района на импровизированных пляжах десятки отдыхающих. Причем люди идут на протяжении всего дня. На берегу и в воде плещутся дети. Хорошо, если рядом взрослые, как здесь на пляже на набережной реки Волги. Родителям в качестве дополнительной к их пригляду страховки спасатели советуют надевать малышам надувные нарукавники или круги. А еще обратить внимание на то, где и как проводят свой купальный досуг ребята постарше. Как, например, вот эти подростки, которые с высоты понтонного моста прыгают в воду. На первый взгляд, безобидная забава может плохо закончиться. Ни в коем случае не отпускайте детей без присмотра. Это очень опасно. Чуть отвернулся взрослый человек. Ребенок в это время, может быть, прыгнул куда-то в воду, захлебнулся и все. И утонул. Особое внимание родителей. Обращаю внимание. Ни в коем случае не отпускайте детей ни на пруд, ни на речку одних. Только в сопровождении взрослых. А взрослых предупреждаю, что ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, если идешь купаться. Людей пожилого возраста тоже предупреждаем, что нельзя с разбегу забегать в воду, как у нас любят. Лежал и лежал на берегу. Жарко было. И с разбегу охладиться в воду. У людей после где-то 60 лет, как правило, у нас гибель наступает, если он забегает резко в воду, останавливается сердце от перемены температур. По словам спасателей, еще одно экстремальное удовольствие отдыхающих – плавь переплывать в Волгу. Опасность в том, что катера, лодки, гидроциклы могут таких купальщиков не заметить даже по независим от них причинам. Основные причины несчастных случаев на воде, говорят спасатели, это излишняя самоуверенность, когда, не зная дна и характер реки, люди лезут в воду. Тем более, категорически нельзя это делать после приема горячительных напитков, даже если находитесь в компании. Вода ошибок не прощает. У нас уже началась гибель людей. Это вот день военно-морского флота, отмечали 28 числа. У нас погиб человек 80-го года рождения, молодой мужчина, река Волга, Зуевский залив, деревня Юрятина. Приехали москвичи отдыхать целой группой. Сначала позагорали, потом отметили день военно-морского флота. Товарищ служил, который на флоте, решил искупаться. Ну и вышла тема, что другие его компании даже не видели, когда он пропал из виду. Вот и вчера его только нашли. Сейчас ежедневно на водоемы всего региона в целях патрулирования и обеспечения безопасности выходит порядка 14 патрульных катеров ГИМС регионального МЧС. В этом режиме они будут работать, пока не спадет жара. Жертвами водной стихии в Верской области на сегодняшний день стали уже 19 человек. ГИМС несет дежурство в режиме повышенной готовности.